Привет, у меня сегодня новое видео, сегодня хочу рассказать вам о том, чем же пахнет Финляндия, какие ароматы люди любят покупать и во второй части этого видео расскажу, какие же подарки любят люди получать и дарить на Рождество скоро-скоро будет Рождество, поэтому я решила объединить эти две темы, вот в одно это видео и первую тему и вторую тему мне подсказали на моем инстаграме поэтому на некоторые вопросы, которые мне задают в инстаграме я отвечаю там же, а некоторые я их записываю и делаю потом видео подписывайтесь на меня в инстаграме и здесь тоже на ютубе и давайте же будем рассуждать, обсуждать, рассказывать, как пахнет наша страна и какие подарки обычно любят и принято дарить Итак, в Финляндии ароматы купить можно У нас, вот я не буду рассказывать о том, что было еще 10-15 лет назад, когда такого понятия как ниша не существовало практически вообще Сейчас с этим все гораздо лучше, особенно последние пару лет То есть нишевые бренды стали появляться У нас можно купить Joe Malone, у нас можно купить Maison Margiela, у нас можно купить Atelier Cologne Также есть Parfum de Marley, но его можно купить только лишь онлайн в Stockman и также в Stockman в самом магазине, в самом большом в Хельсинки Также есть Privé, линейка Privé Armani, есть линейка бутиковая Lancome, есть линейка бутиковая Yves Saint Laurent, но в большинстве своем все самые классные бренды, все самые интересные бренды, нишевые бренды Их, за ними нужно ехать в Хельсинки, за ними нужно ехать непосредственно в физический магазин, потому что онлайн, не все бренды продаются онлайн Например, Chanel онлайн вы не купите Несмотря на то, что в Stockman есть этот бренд, онлайн вы его не сможете купить Поэтому из чего выбрать есть? И зачастую, кстати, так получается, что даже самые новинки, которые только-только вышли, их еще нигде нет, а у нас уже есть То есть иногда и новинки появляются вот так вот очень быстро, а иногда некоторые новинки их вообще нет Их нет, их и не будет И некоторые бренды тоже нет и не будет, их не закупают То есть все это мне говорит о том, что все-таки это страна, где ароматами пользуются, ароматы любят Но нет какого-то, не скажу фанатизма, но просто какой-то избыточной любви к ароматам нет Я, когда я была студентом, студенткой, первый свой диплом я писала именно о парфюмерии в моем регионе И именно об отношении к не секс-ароматам группы людей с 25 до 45 лет Я не помню, сколько у меня было анкет, сколько у меня было отвечающих людей Ну, что-то, по-моему, 100, 130 или 140 человек И, в общем, небольшое исследование я все-таки делала для этого диплома И, конечно же, исследование делала еще и в то, почему в Финляндии все-таки не так любят ароматы, как, скажем, в Испании, в Италии, в Португалии Ну, в общем-то, зависит это еще и от того, где расположена страна В двух словах Когда у тебя страна, в которой с октября по март холодно Когда нужно думать о том, что нужно запасти дров, нужно запасти еды Потом у тебя не так много времени до наступления следующих холодов И то март, это так сказать, март Может быть, настоящее тепло наступит только в июне А может быть, и в июне будет 10-15 градусов То есть у людей проблемы были, как выжить, как прокормиться, как прожить в стране С достаточно суровым климатом А в других странах, там, где тепло, там, где, например, постоянная температура 20-18 градусов Когда зимы толком нет Там, конечно же, у них другие проблемы У них там, конечно, насекомые в Финляндии тоже есть Тоже есть, но там они жестче Там нужно мазаться чем-то, чтобы этих насекомых отпугивать В общем, положение страны, географическое положение страны решает очень многое Климат решает очень многое Именно поэтому, когда каким-то странам им, не знаю, там, сдавил вино Собрал пшеничку и думая о том, чем себя умаслить, чтобы лучше пахнуть для соседа Который там у тебя рядом сидит, глазки строит А в других странах сосед, не сосед, какая разница Потому что холодно, нужно думать вообще о другом То есть и сейчас, конечно, нет этих проблем У нас, например, не так давно, пару дней назад было минус 22, ребят Минус 22 В квартире у меня было плюс 22, 23 То есть проблем сейчас этих нет Сейчас, конечно же, можно думать о парфюмах Но еще вступает сюда еще один аспект То, что, в принципе, финны, они такие, вы знаете Не навреди, не навреди своим парфюмам Когда, если можно выбрать непарфюмированную версию продукта Например, дезодоранты, например, геля для душа Они это сделают Не все, конечно, не все И это не говорит о том, что у нас нет парфюмированных У нас есть в магазинах Есть у нас и Молтон Браун парфюмированный гипер Есть и Рексона Есть всякие разные И даже в аптеке есть С небольшим парфюмом Хотя в аптеке обычно все не парфюмированные Но все равно люди покупают нечто нейтральное Ну и, в принципе, еще одну вещь Скажу Скидки Скидки и дистрибьюция ароматов Скидки очень хорошие у нас есть Бывают так, что скидки до 70% И плюс там еще 10% Например, если у тебя есть карточка клиента То есть иногда, когда я делаю всякие видео Показываю, вот это я купила Вот это я купила Вот это я купила И бывает, бывает я озвучиваю цены Часто мне не верят Часто мне говорят, что этого не может быть Этих цен быть не может Это подделка У нас нет подделок В стране нет подделок В стране подделки преследуются по закону И в магазинах не продают подделок Например, вот этот вот аромат Black Perfecto от Guerlain Я его купила за 17 евро, ребята Это 50 миллилитров Изначальная цена этого аромата Не знаю, ну, наверное, где-то евро 75-80 Где-то евро Я его купила за 17 Это, наверное, если не самый мой удачный Наверное, не самая удачная покупка Потому что самая удачная у меня Наверное 10 евро за 50 миллилитров И это у меня был Это у меня были Это полуночная красотка от Нина Ричи, да То есть можно находить Всякие классные цены И именно поэтому Большинство людей Кстати, ну, я вижу очень редко Чтобы кто-то что-то покупал по полной цене Потому что скидки они есть Скидки они бывают не часто Два раза в год На Родисула на Ивана купала Но между этим Еще есть скидки постоянных клиентов 20-30% Есть еще скидка, например, когда день возврата налогов Когда скидка минус 24% В общем, всегда можно купить, подгадать И купить ароматы по хорошим скидкам Итак, что же люди, в принципе, покупают? Что я вижу, что люди берут? Это показательно, особенно Когда у нас так называемые сумасшедшие дни Это распродажа в Стокмане И когда распродажа в Стокмане Очень интересно наблюдать за тем Что из года в год Из года в год Десятилетия Одни и те же ароматы Ну, десятилетия нет Потому что некоторых ароматов Десять лет, двадцать лет назад Еще не было Но, например, зеленый чай Роден Это постоянный гость Постоянный И люди покупают Люди покупают этот аромат И покупают не только его Покупают его Еще и крем для тела Который тоже очень хорош Также покупают Из года в год Покупают Версачи Версачи У меня конкретно это Кристал Муар Но, конечно, нужно сказать Что он из них Самый такой ядрененький Большим спросом пользуется Брайт Кристал, который розовый Вот это, кстати, очень классный У меня он уже был Я поэтому сделала так Малышко О, классный Дальше Очень большим спросом Пользуются Кевин Клайн Ребята, Кевин Клайн Унисекс Ароматы Они пользуются спросом Потому что они Легкие в ношении Их приятно носить Над ними не нужно Долго думать И много думать Поэтому Их используют И покупают Также Зачастую Продают Ароматы Кензо И продают Ароматы Барбари На скидках На На сумасшедших днях Я не говорю Что все финны Покупают Исключительно По скидкам Нет Или все финны Не имеют абсолютно Никакого понятия О том, что такое Нишевая парфюмерия Тоже нет Я состою В финно-язычной группе Парфюмерия Нишевая парфюмерия И там Есть такие Парфюмы Которые Труднодоставаемые Которые Можно купить Либо онлайн Либо можно купить Исключительно Поехав В ту страну Где продается Этот аромат Потому что Здесь у нас Его просто нет Поэтому Нишевая Парфюмерия Скажем Она не очень Не очень Пользуется Большим Успехом Но не потому Что ее не понимают А потому что Вот уже Не в нишевой Уже В классической Парфюмерии В люксовой Уже Можно найти То, что надо А еще Если к этому Добавить Парфюмерию От известных Личностей И в Роше Орифлейн То там Есть все Что надо И если Человек Покупает Нишевый Аромат Например Тот же Байреда То Покупается Этот аромат Не потому Что это Ниша А потому Что этот Аромат Понравился Я понимаю Что некоторые Люди Скажут Ну так И надо Но не Всегда Это так Не всегда Я Больше Чем Уверена Что Многие Покупают Аромат Даже Если Он Не Понравился Они Все равно Покупают Потому что Это Ниша И потому Что Это Престижно Вот Чего Нет Здесь Так Это Покупки Аромата Чтобы Как это Статусный Аромат Как Некоторые У меня Спрашивают Что Для тебя Статусный Аромат Ребята Для меня Статусного Аромата Не существует Потому что Статус Человека Вообще Тот Человек Который Или Сам По себе Что-то Из себя Представляет Он Имеет Какую-то Очень Хорошую Должность Либо Он Очень Известен Либо Он Из Хорошей Семьи Он Не Будет Выставлять Себя На Показ В Этом То И Есть Такая Тихая Элегантность Он Может Пойти Купить Аромат Который Стоит Например 600-700 Евро Но Не Будет Им Кичится Что Вот Я Вот Я У Меня Он Есть То Есть Мне Кажется Что Статус Аромат И Подчеркивает Статус Стараюсь Подчеркнуть Статус Аромат Те Люди Которые Это Моё Умение Которые Сами И Себя Не То Что Ничего Из Себя Не Представляют Но Которые И Не То Что Не Обладает Статус В В Она Есть Ее Покупают Но Это Не То Зачем Идут Люди Это Не То Что Люди В Первую Очередь Идут Тестировать Вот Такие Вот Понятные Приятные Бренды Это Да Кстати Я Часто Хожу Получать Посылки Которые Я Покупаю Где Нибудь Что Нибудь И Иногда Я Их Могу Получать Не В Покомате А Например В И Я Вижу Какие Еще Посылки Там Стоят Очень Много Посылок Стоит Из Ифраше Очень Много Стоит Посылок Орифлейм Есть Посылки Эйвен И Кстати Вот Орифлейм Эйвен Ифраше Это Те Бренды Которые Пользуются Популярностью У меня Единственный Аромат Орифлейм От Эйвен У меня Вообще Ничего Нет Это Парадайз Очень Красивый Аромат Могу Симпатичная Вещь Я Может быть Я бы И пользовалась Их Парфюмерия Имея Я Доступ Имея Я Знакомую Или Знакомого Который Этим Занимается Потому что Я не знаю Кому Даже Обратиться Где Взять Каталог По которому Посмотреть Там Что-то Ну и Потом Если честно Они Иногда Бывают Немного Навязчивые Прям Вот Такие Вот Я Все Таки Люблю Знаете Своё Времечко Потратить На то Чтобы Вечерочком Посмотреть Поискать По Расследовать Что же Мне надо Как Этот Парфюм Или Продукт Действует Как Как Тот И Возможно Я даже Ничего И не Куплю Все-таки Вот это Каталожная Продажа Она Все-таки Предусматривает То Что Давай 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 Быстрее Оформим Заказик И он Тебе Уже Придет Поэтому Такая Вот Такой Такая Вещь Для меня Не Не Работает Для меня А иначе У меня Нет Ничего Против Этой Косметики И если Если Я очень Часто Вижу Эти Эти Посылки Если Они Есть Если Они Приходят Значит Их Покупают Значит Эту Косметику И парфюмерию Ею Пользуются Также И в Роше Пользуется Большим Успехом Потому Что Это Хороший Тоже Бренд И в Роше У нас К сожалению Сейчас Нет ни одного Магазина И в Роше Физического У нас Раньше Был в Центре Города Потом Он Исчез К сожалению А иначе Там было Всегда Много Народу Всегда Женщины Женщины Что-то Покупали Мужчины Реже В основном Там Конечно Были Женщины Это У меня Вот такая Очень Классная Это Зимняя Коллекция Это Лимитированное Издание Я Оставлю Все 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 Внизу А это Натурель Очень Тоже Классная Как уже Он Называется Не знаю В общем Натурель Одет Уалет А что Именно Не помню То есть Непосредственно О том Какие же Ароматы Люди Предпочитают Если даже Дезодоранты Подбирают Не Парфюмированные И гели Для душа Зачастую Не парфюмированные Либо Слабо Парфюмированные То это Не для того Что Вот Как я Например Это дело Хотя Я люблю И парфюмированный Гель И крем Для тела И все Не для того Чтобы не Контрастировало С ароматом А для того Чтобы как можно Меньше Пахнуть Как можно Меньше Доставлять Другим Неудобства Хотя Вместе С этим Если Вы будете Идти Рядом С человеком Который Вообще Ничем Не пахнет А у вас Будет 10 Пшиков Вот этого Вам Когда Вам Никто Не скажет Что Ты Там Слишком Надухарился И как бы Мне неприятно С тобой Сидеть Особенно Если С этим Человеком Ты Не Каждый День На работе Нос Конечно Конечно Когда Когда Речь Идет О Больнице То Там Иногда На входе Особенно В некоторые Отделения Нарисована Прямо Такая Бутылочка Перечелкнутая Что Ароматами Пользоваться Не рекомендуется Но Опять же Нельзя Не рекомендуется Вот Ну Я думаю К этому И сами Люди Могут Дойти Своим умом Что Есть Такие Места Куда Аромат Лучше Не Надевать И Вот В Больницу Это Один Из Один Из Таких Мест Один Из Немногих Немногих Вообще Мест Куда Лучше Приходить Без Аромата Что Ж Касается Конкретных Имен И Конкретных Направлений Ароматов Как Правило Нечто Летящее Летучее Нечто Такое Эфемерное Например Ле Паркинсон У меня Старая Версия Без Колпачка Колпачок Колпачок Я не знаю Где Очень Классный Аромат Вот Такого Плана Ароматы Очень Часто Можно Услышать То есть Вы Слышите Что Это Кинзо Но Вы Слышите Насколько Он Тих И Тонок Потому Что Там Всего Лишь Один Пшик Большим Спросом Большим Уважением Пользуются Ароматы От Я Слышу И я читаю Часто Как Просто Эти ароматы Гнобят Если Аромат От Известной Личности А здесь Наоборот Я никогда Не слышала И не видела Какого-то Неудовольствия Что Например У Джей Ло Глоу Вышел Глоу И это 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 Ужасный Аромат Это Классный Аромат И Опять же Здесь Действует Тот же Самый Принцип Покупаешь Аромат Потому Что Он Тебе Нравится И Может Тем Самым Даже Поддерживаешь Того Кто Сделал То есть Человек Никогда Не Запретит Себе Покупать Аромат Если Аромат Нравится Но Стоит Например Недорого А вот Некоторые Люди Они Так Дихают Вот Мне Часто Очень Пишут Что Это Аромат Это Для Меня Слишком Дешево Я Люблю Что Что Дороже И Главный Главная Вещь Для Человека Это Получается Не Аромат А Цена Аромата Вот В Финляндии Нет Такого Есть Аромат И Он Главный Он Главенствует Он Нравится Он Покупается Сколько Бо Он Не Стоит Но Вместе С тем Люди Очень Часто Покупают По Скидкам Потому Что Знают Что Скидки Есть Знают Что Скидки Будут И Знают Что Скидки Еще Эволюционируют Увеличиваются Поэтому Очень Часто Можно Найти Можно Видеть Людей Которые Несут На Кассу Вот Такие Пачки Подарочные Наборы Косметические Парфюмерные Когда Скидки 50 60 И получается Вместо Классического Классический Например Леви Бел 30 Мл Гель Душа Крем Для Тела Который Стоит 60 Евро В Наборчике Он Стоит 20 И Покупают Очень Очень Много Но В основном Это те Ароматы Которые Не Навязчивые Более Цитрусовые Воздушные Какие-то Морские Какие-то Легкие Водянистые Очень Редко Делают Комплименты И Я уже Это принимаю За комплимент Когда Кто-то Одобрительно Подтянет Носом Потому что Еще здесь Играет Еще одну роль Тот самый факт Что финны Все-таки Сами по себе Люди Стеснительные Никогда Тебе Ну Не будут Комплимент Сделают Но Это Уж Когда Ты Совсем Королевешно Стоишь Красивая Накрашенная Тогда Сделают Комплимент Но Еще И Спросят У тебя Сегодня Праздник Потому что Очень просто Относится И к парфюмерии И к косметике И зачастую Не красится Вообще Никуда Поэтому Когда Если Получается Что я Куда-то еду И куда-то там Иду И вся такая При полном параде То иногда У меня даже Спрашивали Вот А ну К слову Потому что Вопросы Скорее всего Будут Когда я училась Например В универе Ребят У меня Не так много Было времени Потому что У меня была Возможно У меня Была еще Утром Работа Если ее Не было Если я шла Непосредственно Из дому То тогда Я Встаю утром Умываюсь Чищу зубы Если у меня Есть время Я завтракаю Если нет Я это делаю В универе Если у меня Есть время Я могу Еще Гелем Для бровей Уложить брови И Нанести Блеск Для губ Или же Гигиенечку Вот Никогда Нет Я использовала Иногда Макияж Но это Совершенно Неважный Для меня Аспект Я Совершенно Прекрасно Выхожу На улицу Ходила Блюде Без макияжа И это Не было Для меня Чем-то Странным Хотя Опять же Я сейчас Вот сижу Рассказываю И вспоминаю У нас В нашей школе Экономики У нас Училась Одна дама Финка И Она Была Всегда Прибараде Она была Всегда Прибараде Она была Всегда Накрашенная Она была Она ходила Всегда В костюмчиках У нее Был Жакет И юбка Всегда Только Вот такая Вот штука Ну Разные Всякие Разные Но именно Юбка И именно Жакет И всегда Каблуки Всегда Вот сантиметров 5-7 Не выше Но 5-7 Всегда Она Приходила На учебу Переобывалась Вешала Сметку В холле Там Где у нас Были Вот эти Вот вешалки И все И так Подходила То есть Она была Всегда В препараде Накрашенная Надушенная И одета Так Как будто бы Она сбежала С какого-то Офиса При том Что она Совершенно Точно Не работала Ни в каком Офисе Она просто Ходила На учебу Именно Вот так Поэтому Сказать Что все Прям Финны Поголовно Предпочитают Какие-то Водянистые Ароматы Легкие Цитрусовые Ну Большинство Да Но есть Людей Есть много Тех людей Которые Не любят Вообще Ароматы А есть Такие люди Которые Без Ангела Без 20 пшиков На улицу Не выходят Поэтому Всегда Есть Основная Масса Все-таки Тех людей Которые Либо Не пользуются Ароматами Вообще Либо Если есть Возможность Туалетная Вода Либо Спрей Для тела Выберут Спрей Для тела И сделают Один пшик Либо Есть еще Те Которые Выберут Туалетную Воду Сделают Один пшик На затылок Может быть Один пшик На запястье Может быть То есть Не будут Как-то Навязчиво Своим Ароматом Тыкать Вам В нос Но Есть Такие Люди Которые Будут Будут Обливаться Ароматом С ног До головы Причем Обливаться И я С своими Восьми Пшиками Просто Дилетант Например У меня Есть Знакомая И она Всегда Всегда Берет Вот такие Вот Лимитки Не конкретно Лимитки Ангела А просто Лимитки Ароматов И Пользуются Ими За границей Потому что За границей Более Люди Не то что Более понимают Ароматы Но Более Больше Ароматов На улицах Можно встретить Потому что В Финляндии Тоже Можно встретить Ароматы Но Шлейфы От ароматов И людей Которые Используют Ароматы Не так Часто Можно встретить В Финляндии Можно Очень Много Особенно Если Мы В некоторых Местах В городе В некоторых Местах Когда Люди Выходят Из офисов На обед И Тогда Вы можете Видеть Людей И на каблуках И в красивых Костюмах И с Огромными Шлейфами Ароматов Потому что Они Где-то Повыходили Из офисов И идут На обед Но В основном Все-таки Это что-то более Нейтральное Такое Вот Ароматы Такие Нейтральные Кстати Еще Очень Неплохо Неплохо Относятся К ароматам Которые Недорого Стоят Например Тем же Самым Кошарель Или Донна Карен Нью-Йорк Опять же В противовес Многим Кто мне пишет Кто смотрит Мои видео Кто пишет Что вот Я даже Никогда К Донна Карен Либо Кошарель Не притрагиваюсь Потому что Это что-то Дешевое Ну то есть Наравне С Не навреди Ароматом Я могу Сейчас сказать Что люди Пользуются Или Следуют Лучше Следуют Еще Одной Такой Установки Покупать Аромат Именно тот Который Нравится Не обращать Внимание На то Сколько Он стоит Если Это Кошарель Если Вам нравится То Покупается Кошарель Если Это Шанель И Если Вам нравится То Покупается Шанель То есть Нет Выпячивания Аромата Впереди Себя Что Вот Я Купил Вот Это Потому что По большому Счету Это Никого Не Интересует Ну В принципе То же Самое Как Например С Машинами Очень До Многих Людей В Других Нациях Есть Такая Вот Черта Выпячивание Своего Автомобиля Как Если Бы Это Был Какой-то Трофей Вот Я Купил Себе Автомобиль По большому Счету Автомобиль Это Средство Передвижения И Человек Уже Потом Смотрит Что Он Может Купить По своему Бюджету И По своим Силам Чем Он Может Управлять Адекватно Хорошо Безопасно Для себя И Для других Так Вот В Финляндии Тоже Нет Такого Выпячивания Своих Автомобилей Да Есть Есть Автомобили Дорогие Но Это Просто Те Люди Которые Могут Себе Позволить Купить Эти Автомобили И Покупают Именно Из Этого Ценового Сегмента Потому Что Они Могут Это Купить То Есть Я Например Не знаю Таких Людей Кто Изо Всех Сил Из Последних Сил Тянется Покупает Себе Какую-то Бешено Дорогую Тачку А потом Сидит Ест Консервы Помидоры И Самую Самую Дешевую Пасту То есть А зачастую Кстати Это в последние годы Это тренд Люди Ну и так С автобусами Здесь было Все Замечательно И Приятно Но В последнее Время Люди Чем Больше И больше Пересаживаются Именно Во-первых На велосипед Так было Всегда И Во-вторых На автобусы Потому Что Проездной Автобусный Стоит Гораздо Дешевле Чем Купить Машину Обрабатывать Машину Ее Чинить Страховать В общем То есть И Та же Самая История Происходит И с парфюмами Тоже То есть Парфюм Это всего лишь Парфюм Парфюм Это не Подчеркивание Статуса Парфюм Это не Подчеркивание Чего-то Такого Это просто Средство Для того Чтобы себя Запарфюмить Вот И Конечно же Если Можно Не навредить Людям То Будут Не вредить То есть Это не будет Десять Двадцать Трицепшиков Что-то Нейтральное Что-то Легкое И Поменьше Чтобы Не досаждать Другим людям Пардон Пидстоп Я надеюсь Что я Ответила На этот Вопрос И Насчет Насчет Подарков Естественно Подарки Могут быть Совершенно Разные По ценам И Подарки Совершенно Могут быть Неожиданные Например От Обычных Просто Тапочек Это Классный Подарок Люди Тапочки Особенно Если Это Какие-то Замшевые Тапки С овчинкой Внутри Теплые Классные Тапки Это Замечательный Подарок Либо Например Пижама Это Тоже Классный Подарок То есть Это Такие Вещи Которые Которые Прямо Вот Ковырят Что Я Забочусь О тебе Я хочу Чтоб Ножки Были В тепле Я хочу Чтоб Тельце Тоже В тепле Было Вот Вот Так И Конечно Это Не говорит О том Что Никто Никому Не Дарит Парфюм Парфюм Особенно Под Рождество Особенно Под Рождество Когда Какие-то Праздники День Мамы День Папы Выставляются Либо Вывешиваются Вот Такие Вот Номера В общем На первом месте У нас Шанель Номер Пять Потом У нас Например Диор Шадор И Для того Чтобы Людям Было Проще Сориентироваться Что Им Надо Купить Если Они Совершенно Не Не Понятия То Они Идут И Покупают Парфюм Которые Ну Там В первой Тройке В первой Пятерке То есть Парфюм Это тоже Хороший Подарок Но Отличный Подарок И такое Более Предпочитается Людьми Особенно Если Вы Дарите Подарок Не Члену Своей Семьи А Например Другу Подруге Либо Знакомому Подарочная Карта Я Понимаю Что Для Некоторых Подарочная Карта Это Очень Безлико Это Очень Как будто Вот Я тебе Что-то Дарю Но Я Это Истолковываю Для себя Как Я Хочу Чтобы Ты Купил Себе То Что Ты Хочешь Я Не Знаю Что Ты Хочешь Может Ты Хочешь Себе Плюшевого Зайку Но Тебе Его Никто Не Дарит Потому Что Тебе Стыдно Сказать Что Плюшевого Зайку Себе Хочешь С которым Спать Ты Будешь На подушке Садить Вот Купи Себе То Что Ты Хочешь И Ты Идешь И Покупаешь Плюшевого Зайку И Ты Не Должен Говорить Что Я Себе Зайца Купил Потому Что Тебе Стыдно Тебе 43 Года А У Тебя Заяц На подушке Сидит Каждую Ночь Сторожит Тебя А Теперь Он у тебя Сидит Потому Что У тебя Есть Подарочная Карта Поэтому Подарочная Карта Это Круто Это Хорошая Вечь Это Всегда Хорошая Идея И Не Нужно К ней Относиться Как К чему-то Бездушному Как К чему-то Мне Совершенно Неинтересно Даже Думать О том Что Тебе Дарить Это Совершенно Наоборот Что Я Думаю Что Ты Хочешь Но Я Не Знаю Я Хочу Чтобы Тебе Было Приятно Сто Процентов Пойди Купи Себе Сам Вот Тебе Денежка Мне Кажется Вот Это Отличная Вещь Ну И Потом Домашняя Утварь Всякая Чайники Кстати Кстати Не так Давно Я Знаю Что Ты Посмотришь Это Видео Поэтому Спасибо Тебе Огромное Я В восторге Мне Подарили Чайник Не Просто А Он Стеклянный Он Полностью Стеклянный Ребята Это Нереально Крутая Вещь Спасибо Тебе Спасибо Поэтому Всякие Такие Подарки Чайник Даже Вот Эта Ложка Которая Там Суп Или Кашу Мешает Такая Большая Ложка Это Все Вещи Такие Милые Домашние Утвы Которая Которая Нужна В Хозяйстве Даже Не знаю Набор Прихваток Для Кухни Опять Это Тоже Нужно Тоже Все Очень Класс Мило Но Естественно Большим Спросом Еще Пользуются Вещи Финского Дизайна Например Есть Несколько Брендов Например Итала И у них Всякие Такие Классные Штучки Вазочки Подсвечники Есть Потом Вот Такие Птички Я Оставлю Ссылочку На Этих Птичек Это Просто Скульптура Птичек Они Стоят Нереально Дорого Птичка Там 150 160 Евро И то Это Если Повезет То есть Финский Дизайн Это Всегда Всегда В моде И Люди Знают Сколько Это Стоит И даже Если У вас Прихватка Будет Например Обычная Прихватка Но она Будет Финского Дизайна Либо Это Будет Маринекко Это Тоже Финский Текстиль Финский Вот Их Этот Цветочек Это Приятно И человек Будет Знать Что Ты Не Просто Прихватку Купила Еще С Финским Дизайном То Есть В основном Подарки Я бы Их Разделила На Несколько Частей Первое Это Подарки С Типично Финским Дизайном И Когда Вы Смотрите На Эти Подарки Извне Если Вы Например Не Живете В Финляндии Не Жили В Финляндии Не Приезжали В Финляндию Никогда Не Видели Этот Финский Дизайн Он Вам Может Показаться Странным Потому Что Ну Вот Эти Птички Или Например Подсвечники Или Например Вот Эти Прихватки Вам Когда Вы Видите Людей Которые Используют Эти Предметы Каждый День Они Не То Что Они Вам Начинают Нравиться Но Вы Понимаете В них Смысл Например Те же Самые Украшения От Колевала Тоже Они Очень На Любителя Очень Но Некоторые Из Них Есть Просто Просто Красота Не Все Мне Нравится Не Все Далеко Не Все Но То Что Мне Нравится Очень Круто Сделано Поэтому Вот Первое Финский Дизайн Второе Подарочные Карты Опять Не Думайте О них Как Обездушные Обездушные Штуки Это Отличная Вещь Третья Вещь Это Личные Подарки Подарки Личные Для Человека Тапочки Пижама Вот Такие Штучки Чтобы Спать Маски На Глаза Это Личные Такие Вещи Которые Тоже Можно Гореть И Это Не Будет Странно Смотреться Это Действительно Те Вещи Которые Нужны Потом Принадлежности Для Сауны Потому Что В Сауны Ходит Народ Поэтому Принадлежности Для Сауны Нужны Это Тоже Очень Классные Вещи Поэтому Подарков На самом Деле Можно Великое Множество Великое Множество Нужно Найти И Цены Будут Очень Разнится Они Будут От Пяти Евро И До Бесконечности Потому Что Финского Дизайна Например Например Мебель Она Есть И по Четыре И по Пять И по Шесть Тысяч Не Ансамбль Чего То А Только Лишь Например Одно Кресло Поэтому Ключ Ко Всему Это Ваш Бюджет И Потом Уже Бюджет От Того Как Вы Знаете Этого Человека Насколько Вы Его Знаете Что Ему Хочется Что Ему Нравится Тогда Можно И Думать О Покупке Кстати Еще Если Мы Говорим О Подарках На Рождество То Любые Рождественские Штуки Рождественская Тематика То Или Например Продуктовая Корзина Когда Есть Шоколад Есть Глек Есть Всякие Печеньки Имбирные Человечки Корица Чай Рождественский Чай Или Например Вещи Продукты От Фацер То Тот Самый Синий Шоколад Синий Который Очень Вкусный Но Не Только У них Много Всего Это Всегда Отличный Подарок Поэтому Ключ Ко Всему Это Бюджет Это Ваш Бюджет И Ваша Привязанность К Человеку И Ну Или Ваша Степень Родства Или Отношения К Человеку Если Это Просто Знакомый Вы Хотите Поздравить С Наступающими Праздниками То Тогда Очень Даже Хватит Одной Шоколадки Фацер Но Возможно Не Просто Синий Шоколадки А Шоколадка С Зимним Вкусом Например С Печеньками Или же Например С Грушей То То Что Они Выпускают Именно Под Рождество Ну И Чем Больше Чем Важнее Для Человек Тем Возрастает Бюджет Но Опять же Это Не 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 Столь Важно Что Бюджет Возрастал Просто Тем Страннее И Тем Вы Можете Быть Уверен Увереннее В том Что Подарок Понравится Например Подарки Которые Класс Класс Крут Крут Интерес И Вообще Множество Идей Множество Ребята Самое Главное Это Бюджет И Самое Главное Это Насколько Хорошо Вы Знаете Человека И Поверьте Мне Что Даже Знаком Вашему Вашему Любимому Человеку Вы Можете Найти Прекрасный Подарок За 15 За 20 Евро То есть Конечно Если у Вас Есть Разница Взять Вашему Любимому Человеку Например Те же Самые Домашние Тапочки Из кожзама И из Овчинки И чебурашки Или же Из натуральной Овчины И из Замши Конечно же Возьмите Из натуральной Овчины И замши И теплей Будет И красивей Будет Но будет Намного Дороже Вот Поэтому Нужно Тоже Выбирать Кому Что Насколько Вы Более Любите Этого Человека Вот Короче Я надеюсь Что я Вам Рассказала Все Я надеюсь Что вам Это было Во-первых Полезно И интересно Мне очень хочется Узнать Что бы вы Хотели На Рождество Что у вас Принято Дарить Кстати На Рождество На Новый год Не важно Мы Обычно Празднуем Рождество Новый год Это так Это так Это Я Уже Несколько Лет Подряд На Новый год Иду Спать Два Часа Поэтому Ну как Для меня Это вообще Не праздник Вот Я желаю Прекрасного Дня Прекрасных Хлопот Рождественских Приятных Приятных Чтобы это Не было Стрессово Чтобы это Было В радость Чтобы вы Пошли в магазин Смотрели Ну так радостно Чтобы это все было Без вот этого Вот Ах Праздник Ах Что делать Еще столько дел Вот На этом все Пока